С вами на тему 5 если финансового благословения, другими словами 5 условий финансового благословения. Но прежде давайте посмотрим наш промо ролик и потом вернемся буквально через минуту. Я дома. Зарплату принес? Да. Где еще? За квартиру, за садик, за музыкалку, маме на подарок. Еще Степановичу вернуть, Семеновичу отдать, Сергею Федоровичу уже полгода должен. Когда вы планируете погашение кредита? У вас задолженность полмена. Купи такой телефон. Купи. 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 Где еще? Где еще? Где еще? Где еще? Пять есть ли финансового благословения. Мы с вами учимся, как управлять деньгами. Наша жизнь на земле дана нам для того, чтобы подготовить нас к той настоящей и будущей жизни, в которую мы с вами войдем. Мы не служим деньгам, мы служим нашему Богу. Деньги служат нам, когда мы служим Господу. Сегодня мы поговорим о тех условиях, которые необходимо исполнять для того, чтобы иметь стабильность и финансовое благословение. Вы скажете, пастор, почему ты говоришь о финансах со сцены? Потому что финансы, прежде всего, играют значительную роль в жизни человека. Более того, Библия уделяет огромное место именно отношению человека к деньгам, к материальным средствам, к распределению денег. И более двух тысяч мест Священного Писания говорят в той или иной степени о финансах и материальных благах. Между тем, я хочу сказать, что многие христиане все еще по-прежнему испытывают нужду в деньгах. Они мучаются от бремени и долгов и не знают, что такое по-настоящему благословение в финансовой сфере. И речь не идет о том, что мы, другими словами, как бы лепим себе золотой телец. Делаем перед собой цель, ставим перед собой эту цель и начинаем чуть ли не поклоняться тому, чтобы мы жили на определенном уровне. Тянемся изо всех сил. Речь не об этом. Речь идет о том, что нам необходимо, вооружившись священным писанием, нам необходимо научиться, как мудро и с пониманием Божьим привести в порядок финансовую сферу своей жизни. Сегодня мы коснемся того, как мы можем сохранять или приумножать деньги. Вначале хочу дать вам два текста священного писания, которые будут для нас основанием. Первый из них это 89-й псалом, 12-й стих. Моисей говорит такие слова. «Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Другими словами, живя на земле, можно жить глупо, можно не наблюдать за временем, за годами, отмечать дни рождения, но при этом ничего не менять. И Моисей, видя то, как многие люди живут, молится Богу и говорит, дай мне мудрость, научи меня жить на этой земле, дай мне приобрести мудрое сердце. И при мудре Соломон в 13-й главе, в 24-м стихе сказал такие слова. Он сказал, много хлеба бывает и на Неве бедных, а вот здесь внимание, но некоторые гибнут от беспорядка. Другими словами, хлеб в то время, это была своего рода некая валюта, некие деньги. Другими словами, и тебе может привалить однажды хорошее, солидное сумма денег. И ты можешь однажды зарабатывать достаточно, чтобы жить на том уровне, на котором ты хотел бы жить. Но при этом человек остается все еще в бедности, живет от зарплаты до зарплаты. У него не хватает ни на что. Почему? Многое гибнут или некоторые гибнут от беспорядка. Потому что беспорядок. Потому что на поле, когда время урожая, нужно все собрать, нужно все складировать правильно, нужно применить правильно. А им не хочется это делать. А они счастливы, что у них много хлеба есть. Некоторые гибнут от беспорядка. И я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание, что Слово Божие это истина. Вы знаете, что вокруг нас есть разные люди. Есть люди, которые просто это уже у них в ментальности, чтобы жить в кредит. Это нормально, когда они рассчитываются постоянно кредитными, занятыми деньгами. И они настолько свыклись с тем, что это нормальный образ жизни. Они живут годами, годами. И из одного банка берут, перекрывают другой кредит. Потом еще каким-то образом. Они живут так годами. И от того, что такое окружение вокруг кого-то из нас не означает, что их образ мышления является правильным. Если мы будем слушать то, что говорят другие люди, и не брать во внимание, и не поднимать авторитет того, что говорит Библия, то мы и жить будем так, как другие люди. Но если ты хочешь жить по-другому, то тебе сегодня нужно принять решение, что ты будешь относиться к финансам по-другому. Если каждый из нас будет делать эти пять «если», о которых я скажу буквально очень скоро, то это сработает в вашей жизни и в вашей судьбе. Я пример этому. И я общаюсь со многими людьми, которые применяют эти принципы, то, что Библия говорит по поводу денег в своей судьбе, в своей жизни. И я вижу, что они не живут в долг. И я вижу, что они благословенны. Если вы будете это делать постоянно, на протяжении 10, 15, 20 лет, то даже если сегодня вы в большом минусе, и у вас большие долги, может, раньше, может, позже, но вы обязательно достигнете финансового успеха и благословения. Если, конечно, в вашей жизни не случится какой-либо форс-мажор из области того, что мы не можем контролировать, либо какое-то бедствие, или какая-то неожиданная болезнь, или что-то, что вне наших сил. Но если отодвинуть все эти моменты в сторону, то Библия учит нас, что есть причинно-следственная связь, и есть законы Божии, которые Бог заповедал и установил. Есть закон сеяния и жатвы. Он работает всегда. И зимой, и летом, и осенью, и весной, и ночью, и днем. Он работает всегда. В 100% случаев. Конечно, это трудно делать то, о чем я буду говорить. Легко это понять, но следовать этому необходимо внутренняя дисциплина и решение. Но если мы будем применять эти пять условий, пять если, то Библия гарантирует нам, что вы будете иметь финансовое благословение и жить в доспехе, в достатке. Друзья, умные люди могут посмеяться над этим, сказать, пастор, ты о чем? Нам денег просто нет, и все. Вот денег побольше было бы, и все. Подожди, у тебя может быть и больше денег, но при этом, если ты не будешь выполнять библейские принципы, то эти деньги ты просто сам даже не будешь знать, где они делись, куда они ушли. У вас бывало такое, когда вы смотрите, и вы не можете даже вспомнить, а куда я потратил эти деньги? Почему? Потому что вы не учли, у вас не было порядка в этой области. Умным людям дается труднее это. Они во многом думают, думают по-своему, но для нас с вами Священное Писание является авторитетом. Итак, на первое место мы поставим первое «если». Если вы будете почитать Бога вашими финансами, если вы поставите Бога на первое место в вашей жизни, и будете послушны Ему в десятинах и приношениях. В Малахии Бог говорит такие слова через Малахию. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Хотя бы в этом или хотя бы в этом испытайте меня», говорит Господь Саваоф. Но здесь внимание. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» А вот одиннадцатый стих. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградные лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. Я знаю, что духовный мир не такой простой. И мы с вами верим и понимаем, что существует дьявольский духовный мир. И у сатаны есть бесы. И здесь оборот речи таков, что Бог говорит, «Если ты поставишь меня на первое место и принесешь все десятины и приношения в дом мой». Послушай внимательно. Демона, который придет, чтобы украсть твои финансы, твой урожай, твою зарплату, чтобы похитить что-то у тебя, демону, я возьму его за шкирку и выброшу, я запрещу ему, он не прикоснется ни к чему твоему. Ни к автомобилю твоему, ни к дому твоему, ни к чему не прикоснется. Дети твои будут защищены, имущество твое будет сохранено. Почему я запрещу пожирающему это делать? Я не знаю, как вам, но мне это очень нравится. Мне очень нравится. Потому что есть такие вещи, которые вне нас. Холодильник почему-то ломается не вовремя. Почему-то что-то происходит. Телефон падает и обязательно разбивается. Что-то еще происходит. У вас часы ломаются. У вас что-то, у вас кран течет, соседи потом подают на вас в суд. И у вас оттуда деньги забрали. Там по решению суда вы должны платить, там вы должны платить, там вы должны платить. Господи, как жить? Что такое? Я на это все не рассчитывал. Меня как будто кусают это все, на какие-то демоны или бесы. Что это такое? Подожди немного. А ты верен Богу в десятинах и приношениях? Вот меня не кусают так. Хотя в жизни моей столько рискованных моментов, столько рискованных моментов. Но я могу точно сказать, что бесы где-то издалека ходят, пытаются угрызнуть. Но там стоит ангел или архангел Михаил, не знаю, кто именно. И он просто не позволяет любому демону приблизиться. Он просто вышвыривает его. Говорит, это мой сын. Это мой сын. Он отдает мне десятины и приношения. Не прикоснись к нему. Это Бог сказал. Я запрещу. Ты можешь как угодно кричать, запрещать, но это не работает. Если ты не исполнил условия. Десятый стих. Принеси все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Говорит Господь. А в этом, Бог говорит, испытай меня. Когда ты будешь уверен в том, что я сказал тебе, то тогда испытай меня. И посмотри, что будет дальше в твоей жизни. Я хочу привести пример вам. Вчера буквально одна сестра подошла ко мне. И она сказала, пастор, я хочу свидетельствовать тебе. Моя дочь, которая уже выросла, подросла, так быстро дети растут наши, поступила в прошлом году в университет. И прямо с первой стипендии она решила отдавать десятину Господу. Потом она дала обещание Богу отдавать ему 20% в знак благодарности Богу в сдаче сессию на отлично. Господь с каждым месяцем увеличивал ее стипендию. Никто из одногруппников не получал такую сумму. И через год ее доход вырос в 10 раз. Это просто феноменально. Аллилуйя. Прославьте нашего Господа. Я должен сказать еще такую вещь. Что касается десятины, то здесь в силу вступает момент послушания. Не то, что я хочу, отдам. Не хочу, не отдам. Это я пожертвовал. Ты Богу не жертвуешь десятину. Ты возвращаешь ему его. Что касается пожертвования, то здесь в твое сердце. Ну и в десятине твое сердце. Ничего не делай подолгу. Я не делаю ничего подолгу. Я влюблен в Иисуса. И чем дольше я живу, тем больше мой фокус сфокусирован на нем. Я знаю, что он прекраснее всех сынов человеческих. Я знаю, что если бы вы хоть раз пережили бы то, что я переживал, когда мое сердце просто плавилось и слезы текли по щекам моими. Я говорил, Иисус, ты самый лучший, ты самый прекрасный. Когда вся внутренность просто трепещет перед ним. И его благодать как будто тебя обнимает. Как будто прикасается так нежно к тебе. И все сердце выражает любовь. Потому что любовью он наполняет сердце. После этого для вас вопрос денег, это всего лишь вопрос денег. Это не вопрос. Вы знаете, это не вопрос того, что это мое и мое. Вы по-другому думаете. У вас мышление по-другому. И все же я должен прочитать вам один текст из Священного Писания. 2 Коринфянам 9,7. Апостол говорит такие слова. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Ты скажешь, он всех любит. Всех. Но доброохотно дающего прям подчеркнуто, что любит Бог. Я знаю, что Бог меня сильно любит. Я знаю, это на протяжении жизни многих свидетельств. Многих свидетельств. Хочешь, чтобы тебя прямо любил Бог, чтобы так было прям подчеркнуто? Написано доброохотно. Доброохотно. Не по принуждению дающего любит Бог. Итак, это первое если. Если мы поставим Бога на первое место в нашей жизни в финансовой сфере. Второе если. Если мы научимся жить по бюджету и планировать свои покупки. Если мы настроимся на экономию и если мы будем работать с цифрами. Я знаю, что есть люди, которые не очень дружат с математикой. Я люблю математику. Но кто-то не очень сильно любит математику. Но нам нужно научиться работать с бюджетом. Возможно я очень консервативно подхожу к этому. Но я считаю вам нужно взять лист бумаги. Не просто так подумать. Не просто там где-то в телефоне в вашем гаджете написать. А потом не помню где вы написали. Возьмите лист бумаги. Просто сядьте и напишите все ваши расходы месячные. Сколько денег у вас уходит на питание, на транспорт, на оплату коммунальных платежей. На другие ваши нужды. Сколько денег у вас уходит. Сколько приходит, сколько уходит. Если вы в браке, вам нужно сделать это с вашим спутником. Потому что семья, у нее единый бюджет. Это библейский взгляд. И знаете, что такое бюджет? Бюджет это когда вы осознаете, что у каждой копейки, которая попадает в ваши руки, есть своя миссия, есть свое назначение. Это целенаправленно, обдуманно и это нужно сделать до начала месяца. Бюджет это планирование. Это осознанное и намерение планирования до того, как мы потратим наши деньги. Мы думаем о том, куда мы их потратим. Я знаю, что бывают другие случаи. И бывают люди, которые не думают таким образом. Они, знаете, они очень верующие. Они говорят, я на Бога уповаю, я прыгаю с обрыва. И при этом я кричу, Бог, поймай меня. И называю это верою. Поэтому я, сколько мне Бог дал, столько я трачу, даст больше, я больше потрачу, даст еще, я еще потрачу. Я живу по вере. Они такие простые, как голуби. Они говорят, голуби же ведь летают везде и клюют все везде, что видят съедобные. Вот они так живут. А зачем? А зачем? Зачем о чем-то думать и планировать? Я как бы слышу, как Бог с небес в ответ отвечает этому прыгуну и говорит, не делай этого, мой сын или моя дочь. Ты ведь не умеешь летать. А я установил закон земного притяжения. Он создан мною. Это не вера. Это глупостью называется. Тебе нужно планировать. Мне нравится, как Джон Максвелл сказал. Он сказал, бюджет это когда люди говорят деньгам, что им делать, вместо того, чтобы потом недоумевать. Куда они подевались? Их опять нет. Жизнь без бюджета, подобно как белка в колесе, она крутится, 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 а в конце жизни, когда приходит уже время жатвы, последние дни, у вас ничего нет. Вы просто потратили ваши силы, ваше здоровье на то, чтобы давать кредиты, проценты, непонятно на что. Вы просто не научились управлять финансами, и вы ничего не сохранили, и вам нечего передать после себя вашим детям. Я принес сюда пять ведерок для того, чтобы показать, как мы распределяем наш бюджет. И первые три, это первые три приоритета, которые необходимы каждому из нас, ну прежде всего, вот с этого все и начинается, исполнять необходимо. Вот у меня 20 тысяч рублей, представьте себе, что вы получили зарплату, вы получили 20 тысяч рублей. Что мы делаем из 20 тысячами? Первые две тысячи мы отдаем Богу. Это вообще Божие, это даже не жертва, это я просто возвращаю Богу. Потом мы посмотрели, сколько нам нужно для того, чтобы прожить. Обычно мы все оставшиеся деньги просто тратили на жизнь, еще не хватало. Еще и шли там, кому-то занимали, или в банке где-то. Ну теперь как-то, ну как-то, ну мы посмотрели, и мы решили, что нужно настраиваться на экономию. Можно отказаться от чашечки кофе в день, хо, такая это 150 рублей. А если 10 дней, так это сколько уже? 150, так это уже полторы тысячи рублей, хо. А если 30 дней, так это 4,5 тысячи рублей. У-у-у, если я чашечку кофе одну не выпью в день, если я обрежу свой желудочек, его величество желудочек, то у меня будет 4 тысячи. Ну одну выпью, ладно, чуть меньше, может быть, или на что-то. 4 тысячи у меня будет экономия с этого всего. Что, идем в это? Идем, хорошая сделка. Ну как, договоримся? Да, с желудком я имею в виду, договоримся. Хорошо, вот, вот на жизнь, вот это на жизнь, а вот 4 сэкономиям, ну там что-то я все равно не сдержался целый месяц, и у меня ушло немного, у меня еще 2 тысячи осталось. Куда их деть? Куда их деть 2 тысячи рублей? Помните, мы тот раз говорили о том, что необходимо прежде всего собрать какие-то финансы на кризисный фонд. Кризисный фонд, это прежде всего, да, у вас есть долги еще, да, у вас немалые долги, у вас еще много проблем, но прежде всего кризисный фонд это от 3 до 6 месяцев ваша зарплата. То есть если вы 20 получаете, то вам нужно собрать 60 тысяч, чтобы они лежали в зоне доступности, потому что в один момент придет что-то непредвиденное, вы вдруг окажетесь без работы, или у вас вдруг, вы там резко зуб заболел, и вы поехали, вам нужно потратить деньги на какие-то там дополнительные лекарства или еще что-нибудь, что-то случилось, поэтому вам нужен этот фонд, который просто лежал бы, амортизационный кризисный фонд. Но вы настроились на то, чтобы каким-то образом погасить долги, у вас же еще и долги есть, и вы подработали немного, и у вас пришло еще 5 тысяч в этом месяце, представляете? Что мы делаем вначале? Мы из 5 тысяч, мы берем 510, но отдаем Господу. У нас остается 4 с половиной тысячи рублей. Мы можем, здесь мы экономим, здесь мы свою жизнь не поднимаем по уровню, мы можем эти 4 с половиной положить сюда, чтобы быстрее наполнился этот фонд, кризисный фонд. Но вам повезло в этом месяце, вы еще раз заработали также 5 тысяч рублей. Но, допустим, не в этом месте, через 4-5 месяцев этот фонд уже полный, этот фонд вы заполнили. Все, у вас эти деньги есть. Что вы делаете дальше? Вместо этого фонда вы теперь берете и принимаете решение, вы будете отдавать долги. Во что бы то ни стало, вы будете отдавать долги. И теперь, когда вы заработали еще 5 тысяч, вы снова положили Господу, и вы теперь все оставшиеся деньги кладете сюда, чтобы как снежный ком, мы говорили об этом, вы начинаете с маленького долга, с маленького кредита, закрываете его, необходимо дополнительные средства, чтобы закрыть его. Как снежный ком, вы потом как бы наращиваете больше и больше и больше, собирая денег, и деньги, и вы покрываете долги. На это иногда годы уходят. Я встречал одного человека, который сказал мне после одной из проповедей, пастор, у меня несколько миллионов рублей долга. Я настолько давно уже должен, это увеличивается, что я свыкся с этим. И я послушал, мне так тяжко, мне кажется, я не выберусь этого никогда. Знаете, что я ему сказал? И я говорю, и мне так кажется, что ты никогда не выберешься с этого. Он говорит, я тоже так думаю. Так смотрит на меня. Знаете, в чем здесь изюминка? Изюминка в том, что у него даже нету желания и энергии, слабая потуга, чтобы как-то, ааа, какой долг, да ладно, так и буду жить. Жил так и буду жить, так когда-нибудь что-нибудь получится. Я ему сказал, а почему бы тебе не взять в пример вот этого зверя, о котором говорит Библия, который вдруг, у него есть такие рецепторы сзади, за ушками, вдруг этот рецептор учуял, что там где-то гепард есть, который нацелился, чтобы пообедать им. И в эту секунду этот зверь по имени Козель, он подрывается и начинает бежать, но он развивает скорость не так сильно, как гепард, но при этом он прыгает, маневрирует и вправо, и влево. Гепард за две секунды его может догнать, но когда он только его догоняет, вот этот зверь вправо берет, потом влево, потом прыгнул и дальше бежит. Гепард устает быстро, он может рывком быстро догнать, но Козель просто с такой решимостью продолжает бежать дальше, дальше, дальше. И очень часто в 16 случаях, 15 раз Козель убегает от гепарда. Почему? У нее есть решительность. Во что бы то ни стало, я выберусь, я сохраню свою жизнь. Для этого зверя, который бежит за ней, это просто обед, хороший обед. А для нее это вопрос жизни и смерти. Я посмотрел на него, и я говорю, а почему тебе не знаете этот пример? И просто сконцентрироваться силой для того, чтобы вырваться из долгов. Он сказал, ну надо, наверное, надо, надо. И я говорю, посмотри, что есть у тебя. И просто поставь эту цель, чтобы выбраться из долгов. Но представьте себе, вы выбрались из долгов. Что происходит потом? И потом вы снова зарабатываете деньги, и у вас снова есть возможность иметь дополнительные средства. Тогда вы подходите к инвестициям. И когда у вас что-то осталось, дополнительные средства, вы отдаете Господу, когда вы заработали что-то, вы отдаете Богу то, что вы заработали, и теперь вы инвестируете. И я хочу немного остановиться на инвестициях. Итак, второе, если, второе, если, если во что бы то ни стало, вы научитесь жить по бюджету. Третье, если, если вы решите выбираться из долгов. В Библии написано так, притча 22 глава 7 стих, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. И в Библии очень ясно показано, что долг это не благословение. Нигде нет положительных слов по поводу долга. Но потом, после того, когда вы выбираетесь из долга. Четвертое, если, если научитесь откладывать деньги и инвестировать. Научитесь откладывать деньги и инвестировать. Я хочу прочитать вам текст из Священного Писания, притча 6 глава 6 по 8 стих. Здесь написано так. «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действия его, и быть мудрым, и будь мудрым». Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Еще один текст. Притча 21 глава 20 стих. «Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их». А вот современный перевод. «Мудрый сберегает, бережет нужные ему вещи, а глупый сразу же их использует». Друзья, тратить деньги сразу все и ничего не сохранять. Библия называет такого человека неразумным, глупым. Возникает вопрос, для чего мы сохраняем деньги? И здесь есть несколько моментов. Первый из них для непредвиденных расходов, для того, чтобы покрыть кризисный фонд. Второй из них для того, чтобы не покупать в кредит. Я не знаю, было ли у вас такое ощущение, что когда вы что-то купили в кредит, прошло какое-то время, и вы смотрите на эту вещь, и вы ее уже ненавидите. Она столько сил у вас взяла, столько денег, вы платите за нее там уже почти год, и потом вы уже смотрите на нее, ну зачем я это сделал? И третий момент – для будущего, для своей старости и для наших детей. Можно попросить, там есть Библия, которую я принес, я хотел бы показать вам что-то, что очень важно. Притча, 19 глава, 14 стих, написано так. «Дом и имение наследства от родителей». «Дом и имение наследства от родителей». Это Библия. Эта Библия сразу после войны была в доме у моей жены. Если вы будете внимательны, вы можете увидеть, что первая книга Моисеева переписана от руки. Она пострадала во время войны, и она была напечатана, скорее всего, в начале 20 века. И кто-то очень аккуратно своим почерком переписал книгу «Бытие», дописал ее как бы сюда. Потом ее вклеили. И также книга Иова, ее тоже не было в всей этой книге, ее тоже переписали от руки. Это была величайшая ценность. Совсем недавно, пару лет назад, мы пришли в церковь, где Наденька моя выросла, и мы нашли эту книгу, потому что, когда отец уезжал, там была ситуация, он принес все в церковь и сказал, пусть эта книга будет в церкви. И годы прошли, предыдущий пастырь не знал, как, что. И вот был молодой пастырь, и мы приехали к нему, объяснили, сказали ему, и он открыл нам все, что было у него. И мы нашли эту книгу. Это книга отца моей жены. Это наследие, которое он передал. Надежда уехала тогда, ее не было дома, и он передал наследие. Когда Соломон говорит, что наследство от родителей, это не деньги только, друзья, деньги-то малая часть. Это прежде всего вера в Бога. Это ценности, это страх Господень. Это молитва, которая станет образом жизни. Это алтарь дома, когда отец брал Библию, открывал, читал. Вот это настоящее наследство. Папа и мамы, родители, мы обязаны, это наш долг, передать наследство, передать Бога, передать веру в Господа нашего, Иисуса Христа, нашим детям. Я хочу сейчас говорить немного еще и о финансах, потому что мы этот цикл завершаем. Я хочу сказать о том, что есть два пути, как люди зарабатывают деньги. Первый из них, они трудятся своими руками. И мои родители, и я с той семьи, где мы не просто, ну вот, как бы говорим о деньгах, о работе, где мы просто, и отец мой, и мама, люди рабочие, трудились. Мы не были особо богатыми какими-то, мы не были особо бедными, мы были среднего класса. Но я знаю, что отец мой, это не человек, просто разговора какого-то, это человек дела. Он скажет, мало скажет, он пойдет и сделает. И мама точно так же. Есть труд, как мы зарабатываем деньги, а есть еще новый путь, который для нашего поколения был тогда почти неизвестным, но они интуитивно понимали это, и они делали, что могли в той системе. Это инвестиции, когда они вкладывают, когда люди вкладывают деньги в различные инвестиции и получают прибыль. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, Иисус говорит как раз об этом, что тебе нужно было взять этот талант и пустить в оборот, чтобы ты приобрел прибыль. И там в той притче мы читаем, что Иисус дал 5 талантов, и тот человек приобрел также 5 талантов, другому дал 2 таланта, и он приобрел другие 2 таланта. Человек может работать 40 или 60 часов в неделю, а деньги могут работать 365 дней, 24 часа, все 7 дней недели. Я очень кратненько скажу вам о трех правилах инвестора, которые так очевидны и так важны. Это просто как азбука. И это важно, чтобы мы понимали это. Первое из них, не инвестируйте, когда вы не понимаете, куда вы вкладываете ваши деньги. Это все в Библии. Я взял все это из Библии. Книга, притч, 24 глава, 3 и 4 стих. Здесь написано так, мудростью устрояется дом, и разумом, а в подлиннике, пониманием и смыслом утверждается. Если нет понимания, если ты не знаешь, так бывает иногда, что ты на доверии просто проезжаешь, тебе сказали, объяснили, а ты даже не знаешь, куда толком, как и что, хорошая компания, хорошие люди, я доверяю. Это называется глупостью. А потом они извиняются, говорят, прости, ну, у нас не получилось. Необходимо видеть все финансовые показатели, необходимо в действительности знать, что вы делаете. Второй принцип, не клади все яйца в одну корзину, это пословица наших отцов. Они говорили, нельзя инвестировать все в одну фирму, в одну компанию, потому что, если там что-то не так, то ты все потеряешь. Люди с опытом это могут подтвердить. Екклезиаста 11 глава, 1 и 2 стих. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. То есть в 7 направлений, 8 компаний. Библия говорит, Библия учит это. И последнее, наверное, самое важное в инвестициях, правило, которое, на мой взгляд, очень важно. Не став целью, не пытайся разбогатеть быстро. Это ловушка, это капкан, в который попадают многие люди, особенно молодые. И апостол Павел Тимофею 6 главе, 9 стихе, говорит такие слова. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Друзья, наивность и доверие в этом случае только вредят. Некоторые люди путают и особенно сейчас целый бум идет в этом направлении. Они торгуют акциями, думая, что это инвестиции. Но на самом деле инвестиции – это когда человек вкладывает в какой-либо бизнес, когда он изучает, знает компанию, знает, чем занимается, ее прибыльность, ее стабильность, как давно она на рынке, какие финансовые показатели. А человек смотрит и думает, я куплю подешевле эту акцию или эти акции, а через очень короткое время они пойдут вверх и я продам. Друзья, это очень похоже к азартным играм, просто к спекуляции. И по статистике более 90%, 90% плюс людей, которые поступают таким образом, вместо получения прибыли они оставляют все свои деньги на этих финансовых рынках. Друзья, хочу сказать о том, что Бог вырабатывает в нас терпение. Есть формула, которая очень важна, чтобы мы понимали, как это действует в жизни. Деньги плюс время плюс постоянство. И тогда Бог даст тебе финансовое благословение. Если ты упустишь второй показатель время, скажешь, деньги быстро, сейчас, все, ошибка, и ты можешь все потерять. И последнее, если пятое, если мы будем щедрые, финансово успешные люди, чаще всего жертвенные люди. Хотя я встречал разных людей, но жертвенность очень важное качество. Вы знаете, Бог хочет, чтобы ты не просто отдавал десятину, но чтобы ты участвовал в тех программах, в тех, в тех добрых делах, в той благотворительности, которая сегодня есть в нашей церкви. Например, мы имеем целый проект по поводу сирот, и мы достраиваем также дом, сиротский дом, и мы также Белкин дом достраиваем, и потом у нас будет еще один проект. И я знаю, что многие из вас очень жертвенные. Я встречал многих людей, которые вкладывают свои ресурсы и свои финансы в других людей и в Царство Божие. И это для того, чтобы ты и я, мы могли измениться. Жадные люди, которые все тянут на себя и думают о себе, они не будут поощрены Богом, и они потеряют и пропустят ту судьбу, которая есть у Бога для них. Мне очень нравится история одного человека, его зовут Дэйв, он рассказал, что когда он пришел в церковь, он услышал проповедь о Десятине, и он подумал такую мысль, он подумал, интересно, я все понял, эти ребята просто таким образом деньги зарабатывают. Они просто вот там слово скажут, из Библии почитают, и просто деньги себе берут, грибут. И он говорит, ну, чуть-чуть время прошло, и я увидел другое. Я однажды услышал, сколько программ делает церковь. Я увидел, что новые люди каются, как судьбы меняются. Я подумал, вот для чего нужны Десятины приношения, чтобы на эти финансы наслаждались новые церкви, поднимались служители, и чтобы было движение Божие. И он говорит, мой уровень немножко больше поднялся, чуть выше. Вот однажды утром он проснулся рано, было около шести часов утра, он спустился на первый этаж своего дома, открыл Библию и читал. И буквально через короткое время его сын пришел к нему, пятилетний малыш. Он притащил с собой простынь, он говорит, знаете, он выглядел так, как будто бы, ну, как малыш выглядит в шесть часов утра, совершенно не расчесанный такой, все у него направо, налево, волосы торчат, такой, говорит, сладенький. Он, говорит, подошел ко мне и говорит, так вот посмотрел на меня, я сказал, сынок, рано еще очень, чего ты встал? Иди спи, иди, ложись и спи, если ты сейчас не ляжешь спать, ты будешь капризничать весь день, мы тебя отшлепаем, положим, ты плакать будешь, иди поспи, родной. А он, говорит, стоял, смотрел на меня, потом, подошел ко мне, вылез и сел мне на коленки. И в этот момент текст из Библии прозвучал в моем сознании. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал сына своего единственного, отдал сына своего единородного, так сильно возлюбил, что отдал сына своего. Слезы потекли по его щекам. А мальчишка своими ручонками попытался вытереть и спросил, папа, а почему ты плачешь? Я сказал, сынок, я тебя отнесу в кроватку сейчас. Ты пойдешь спать. Я знаю, почему я плачу. И он говорит, что утро мое мышление изменилось. Я понял, Бог хочет сделать меня другим, Бог хочет сделать меня щедрым, каналом, через который он мог бы давать свои ресурсы, свое сердце, чтобы я отдавал другим людям, чтобы я расточил свою жизнь, служа другим, потому что он, Бог, это сделал. Он отдал своего единственного сына, потому что так сильно полюбил каждого из нас. Вот почему мы жертвуем и мы щедры, потому что сердце меняется при этом. Ты останавливаешься возле нуждающегося, ты помогаешь женщине, которая тащит продукты, ты переводишь через дорогу пожилого человека, ты просто начинаешь слышать и видеть нужду других людей, твое сердце меняется, когда ты становишься щедрым человеком. Вот они пять, если Бог на первом месте жить по бюджету, не жить в кредит, инвестировать финансы и быть щедрым. Отец Небесный, я молюсь сейчас о мудрости, которая ведет к преуспеванию. Я молюсь о том, чтобы ты помог каждому из нас открыть свои очи, Господь, и увидеть, чему Библия учит нас. Господи, зацепи нас, заинтригуй нас, Господи, побуди нас.